Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Среда, 15 ноября и начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар на текущий момент тенденция восходящая сохраняется и ближайшие цели это движение в область 1.1883. Начало продаж, а значит и смену краткосрочного тренда мы сможем увидеть только после преодоления минимальных значений, которые мы увидели вчера в области 1.1662. Пара британский фунт и американский доллар сегодня с утра торгуется вблизи максимальных значений, которые мы увидели вчера. И если паре удастся закрепиться за данным уровнем, то мы получим возврат уже к покупкам по данному инструменту с целями движения на 1.3228 и на 1.3311. Но пока мы этого не увидели, тенденция на снижение сохраняется и ближайшие цели это преодоление минимальных значений, которые мы видели вчера в области 1.3071 и далее уже двигаться на 1.3029. Пара американский доллар и японская иена продолжает свое снижение. Сегодня мы смогли преодолеть минимальные значения, которые были зафиксированы вчера. С этим уровнем мы видим завершение восходящего коррекционного движения и начало вновь движения нисходящего. На текущий момент ближайшая цель это движение в область 1.11277 и далее уже на 1.111. Возврат к покупкам по данной паре будет актуален после преодоления максимальных значений, которые мы видели вчера в области 1.11990. Пара американский доллар и канадский доллар пока на текущий момент находятся в восходящем движении. Ближайшие цели это преодоление максимальных значений, которые мы видели вчера в области 1.2772 с последующими целями движения на 1.128 и на 1.129. Возврат к продажам по данной паре будет актуален после преодоления минимальных значений, которые мы видели вчера в области 1.2700 с целями движения на 1.2663. Пара австралийский доллар и американский доллар на текущий момент продолжают свое снижение. Ближайшие цели это движение в область 1.7568 и далее уже на 1.74. Возврат к покупкам по данной паре будет актуален после преодоления максимальных значений, которые мы видели вчера в области 1.7649. Пока торгуемся ниже данного уровня, основная тенденция сохраняется на ослабление. Еврофунт продолжает укрепляться. Ближайшие цели на текущий момент это движение в область 1.9023. Ну а возврат к продажам будет актуален после преодоления минимальных значений, которые мы видели вчера в области 1.8887. Золото вчера смогло преодолеть максимальные значения, которые мы видели 13 ноября. Закрепили за этим уровнем и на текущий момент мы видим восстановление уже на переход к покупкам по данной паре. С целями, первая цель это закрепиться выше отметки 12.083 максимум, который был зафиксирован вчера и далее уже пойти на 1.289 и далее на 1.303. Возврат к продажам по данной паре будет актуален после преодоления минимальных значений в области 1.269 долларов за тройскую унцию с последующей целью движения на 1.258. Нефть марки Brent продолжает свое снижение. Ближайшая цель на сегодня это закрепиться ниже минимальных значений, которые мы видели вчера в области 61.35 и далее двинуться уже на 60.42. Возврат к покупкам по данному активу будет актуален после преодоления максимальных значений, которые мы видели вчера в области 63.37. Индекс DAX продолжает свое коррекционное нисходящее движение. Сегодня уже торгуемся ниже минимальных значений, которые мы видели вчера. Поэтому на текущий момент следующими целями уже являются движения в область 12.800 и 12.700. Но для нас более интересно завершение данного коррекционного движения и присоединение вновь на покупки. Поэтому здесь нам нужно следить за уровнем 13.141. Максимальное значение, которое было сформировано вчера. И только после преодоления данного уровня уже вновь рассматривать покупки по данному активу. По биткоину вчерашнее движение, которое началось, продолжается. Мы снова в росте. Преодолели максимальное значение, которое мы видели 12 ноября. Это произошло вчера. И, собственно, прошу прощения, позавчера. И на текущий момент тенденция движется вновь к локальным максимумам в области 7698. Возврат к продажам, а значит, и начало коррекционного движения вновь может быть обусловлено после преодоления минимальных значений. Вчерашней торговой сессии в области 6423. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, если вам понравилось это видео и было оно для вас полезным, то ставьте лайк. И ваши вопросы пишите под комментарием к этому видео. Всем спасибо, хорошего торгового дня и до свидания.